всем привет начнем наш урок по созданию шутера от первого лица в unity выглядеть он будет следующим образом вот смотрим сюда в окно game я запускаю вот наш шутер есть прицел есть пистолет есть цель и вот мы по ним стреляем и поражаем этот урок основан на официальном уроке размещенном на сайте unity в разделе обучения надо сказать что он весь на английском языке и те кто хорошо владеет английским принципе могут использовать этот туториал ссылку на него я обязательно дам под видео но в отличие от него кроме того что я буду говорить по-русски я также буду рассчитывать на тех кто начинает только изучать unity и знает его еще достаточно плохо и также не достаточно владеет программированием поэтому для тех кто только-только делает первые шаги в программировании в среде unity мой урок будет таким адаптированным свой урок я разобью на части для того чтобы было удобнее ориентироваться и в нашей первой части вводной мы поговорим о том что нужно для начала сделать создадим новый проект разберемся в том какая используется технология как вы видите исходный урок называется let's try shooting with raycast мы узнаем что такое raycast ну и чтобы сейчас много не говорить мы сразу приступим к практике если вдруг вы не знаете как работать unity у вас его нет то смотрите под описанием к этому видео ссылки на уроки о том как установить unity для начала нужно его установить но затем запустить и создать новый проект это мы сделаем вместе и еще один небольшой технический момент я буду работать в unity 2019.2 на момент записи данного урока уже существует более новая версия это unity 2019.3.6 и туториал с которым мы с вами будем работать самое интересное что он был создан всего лишь для вид для unity 5.3 которые уже очень-очень кажется старым для некоторых особенно тех кто начинает и но очень хороший момент этого туториал заключается в том что материалы к обучению которые мы будем использовать это пакетч из asset store он уже адаптирован обновлен и последний релиз был феврале 2020 года и обновлен для unity 2019.3 то есть для той самой новой версии которая существует текущий момент соответственно вы сможете использовать этот туториал и эти asset и для новых версий unity не опасаясь что что-то не будет работать но по ходу урока я буду некоторые моменты тоже объяснять и в отличие от официального урока unity мы еще с вами сделаем некоторые очень важные вещи которые могут вам быть полезны для того чтобы потом вы могли создавать свои собственные шутеры с подсчетом очков с интерфейсом это все мы рассмотрим в дополнение к официальному уроку unity и так первое что нужно сделать это запустить unity через unity hub далее мы создаем новый проект напомню что у меня unity версии 2019.2 затем необходимо выбрать собственно по умолчанию у нас выбран проект 3d называем его шутен визрей каст или просто шутер например назову его шутер и обязательно выбираем папку в которой будет находиться наш проект желательно указывать путь на рабочем диске и на этом рабочем диске создать рабочую папку нажимаем кнопочку create дожидаемся запуска unity и теперь первое что нам нужно сделать это загрузить и импортировать в проект необходимые ассеты те самые ассеты которые я показывала на сайте для того чтобы это сделать мы зайдем во вкладку asset store я надеюсь что вы находитесь в своем аккаунте сделали все вещи по регистрации которые были рекомендованы при установке и своего аккаунта вы можете загружать ассеты из asset store для того чтобы найти необходимые ассеты мы сделаем следующим образом перейдем на страничку ассетов напомню как эту страничку найти либо мы переходим на вкладочку материалы к обучению переходим по этой ссылке либо собственно ссылку на вот эту страницу я тоже размещу под видео и здесь мы можем взять вот этот заголовок скопировать его в буфер обмена нажать куб control c и затем в unity в asset store ввести для поиска вот мы нашли вот этот asset открываем его и теперь если вы впервые зашли у вас будет кнопка download вы нажимаете download у меня уже был загружен этот ассет поэтому я нажимаю кнопку импорт а вы после download нажмете тоже импорт здесь я соглашаюсь с тем что мне необходимо обновить package manager и когда появляется окно импорта нажимаем на кнопку импорт это в принципе стандартные манипуляции которые производятся всегда когда мы работаем с asset store это я говорили о тех кто делает свои самые самые первые шаги в изучении unity здесь также появляется такое сообщение хочу ли я перезагрузить сцену сэмпл сын здесь я с соглашаюсь с этим предложением но в данный момент должна уточнить что если вдруг вы используете друг не создали новый проект открыли существующие у вас такая сцена уже есть которые вы сохраняли то конечно это делать не надо данном случае мы создали новый проект и в принципе можем перезагрузить эту сцену и так у нас все произошло теперь у нас появились новые папки в окне project заходим вот сюда в let's try shooter далее в папку сын с двойным кликом и кому интересно можно сначала поиграть зайти в папку completed sense и открыть сцену река шутер complete то есть это завершенный проект и вот в окне сцены я вижу что здесь все есть то же самое что было в том примере который я показывал самом начале можно его запустить и даже немного поиграть для того чтобы выйти из режима play необходимо нажать на клавишу escape на клавиатуре и тогда у нас появляется указатель мыши нажимаем стоп но мы с вами начнем работать с другой сцены поэтому переходим в папочку сын сцены и откроем сцену shooting with raycast того чтобы начать работать с нашим проектом это заготовленная сцена для того чтобы продолжить с ней работать давайте запустим посмотрим что у нас здесь есть у нас здесь есть только персонаж мы не можем стрелять я кликаю левой кнопочкой мыши и не стреляю кстати до выстрел это левая кнопка мыши если на клавиатуре если мы на компьютере работаем но здесь я могу ходить это стандартный персонаж от первого лица который появился в этом проекте благодаря так называемым стандартным мастом это тоже asset package который называется стандарт assets и в нашем проекте тоже такая папка есть вот она папка стандарт assets и если кому-то нравится вот этот персонаж что в принципе вот его можно найти в папке characters first person character и в папке prefabs вот наш фпс контроллер вот он здесь собственно и стоит тоже уточню такой момент что вот принципе стандарт асс если мы сейчас зайдем вас и стора здесь напишем стандарт асс то его можно найти но проблема заключается в том что стандарт асс если мы посмотрим релизы то последняя его версия сделано в 2018 году и этот асс отработает хорошо для версии unity 2017 даже для 2018 уже там появляются какие-то проблемы и могут возникать ошибки в нашем проекте вот в этом вот учебном здесь эти ошибки не возникает поэтому если вы захотите использовать вот это именно этого персонажа то можно его вот из этой папки стандарт асс просто брать импортировать свой проект любой другой может быть вы не хотите делать шутера просто какую-то ходилку бродилку с каким-то другим сюжетом вы можете использовать вот этот asset который обновлен как мы посмотрели под версию unity 2019 3 то есть если вы работаете в самых новых версиях unity вы можете использовать вот этот пакет ну а мы приступим к работе над нашим проектом вернемся в папку сын чтобы не потерять нить и вот наш наша сцена шутину из река с вот мы ее запустили с нее мы начнем нашу работу и так в нашей вводной части в первой части урока по созданию шутера мы создаем новый проект импортируем него пакетчик нашего туториала и сейчас мы с вами познакомимся с понятием рейкаст что это такое потому что собственно на этом основана вся физика нашего примера нашей по сути заготовки целой серии уроков шутера от первого лица значит что такое рейкаст это такой специальный луч некая невидимая линия которая спускается у нас в данном случае из камеры внутри игрового мира из некой точки а эта точка у нас будет камера в точку б то есть мы будем задавать длину этого луча определенную и на своем пути этот луч будет преодолевать какие-то препятствия то есть сталкиваться с какими-то другими объектами игровыми на сцене эти объекты все называются game object по-английски и этих объектов должен быть коллайдер обязательно компонент коллайдер мы тоже на это все посмотрим кто не знает я поясню и когда этот луч будет пересекать наш объект в точке пересечения мы сможем получать определенные сведения об этом объекте при этом будет срабатывать события пересечения с коллайдером соприкосновения с ним и благодаря той информации которую мы от этого объекта получим мы сможем реализовывать самые разные вещи например выполнять собственно выстрел в нужном направлении делать так чтобы наш объект как бы отскакивал от силы выстрела подсчитывать очки может быть еще добавлять какие-то спецэффекты и прочее если посмотреть на сцене как это выглядит то вот сейчас я запущу тестовую версию проекта и на сцене смотрите вот у нас камера я поворачиваю в окне game просто вращая мышкой и из камеры исходит вот этот зеленый луч мы тоже это запрограммируем увидим этот луч и вот в точках пересечения мы видим что этот луч пересекает разные объекты и когда мы начинаем стрелять то выстрел производится в направлении этих объектов при этом из дула пистолета тоже испускается луч мы запрограммируем этот луч при попадании в определенные объекты у нас будет уже происходить поражение этих объектов но в любом случае вы видите вот этот луч это самый это тот самый рейкаст мы будем его обрабатывать программа мы создадим скрипт и все будем делать по порядку до встречи следующей части нашего урока в котором мы уже начнем программирование